Всем привет! Мы на канале Метафайт. Меня зовут Александр Круглов и у нас на связи претендент на титул чемпиона ACA в легчайшем весе Павел Ветров. Павел, как настроение перед боем? С каким настроем подходите коллегу Борисову? Всем привет, друзья! Александр, добрый день! Да, отличное настроение. Наконец-то этот тренировочный кемп закончился. Он был очень долгий в этот раз, в связи с тем, что придется биться не 3, а 5 раундов. Настроение отлично, заряд позитивный. Ждем уже непосредственно самого боя и, конечно, уже хочется стать чемпионом ACA. Честно сказать, не ожидал, так как я и на самом деле не очень высоко в рейтингах был до титулного боя, там 8 или 9, если не ошибаюсь. Я думал, будут там другие претенденты и рассчитывал вообще драться с другим бойцом, кто немножко повыше меня. Но когда мне предложили, естественно, был небольшой шок. Честно сказать, недолго думая, принял решение о том, что нужно принимать и пользоваться шансом в полной мере. Олег Борисов, кем для вас представляется и какие советы давал ваш тренер Тарас Кияшко непосредственно при подготовке к кем? Ну, кем представляется чемпионом ACA, где уже все может представляться. Человек заслуженно им стал. В принципе, все и так знали, что Олег хоть и шел в одно время на проигрышной полосе, но потом взялся, собрался, стал чемпионом, защитил поезд. То есть, там много его стоит. Тем более, мне еще задавали такой вопрос. Тем более, в таком возрасте это действительно удающееся, можно сказать, достижение. Что он из себя представляет как боец? Ну, мы и так все знаем, что физически очень ударен. Есть удар, борется неплохо. Разносторонний боец. Да, в принципе, как и все, в ACA нету слабых бойцов. Тем более, те, кто находится в топ-10. Соответственно, я думаю, каждый из десятки спокойно мог бы с ним побиться. Поэтому нормальный рабочий спортсмен, с которым можно, в принципе, работать. Сверхъестественного ничего нет. Руки, ноги, кровь, кожа, мышцы. Как и все мои. Поэтому отлично, будем работать. У вас в последних поединках образовалась победная серия. Чем связываете эти успехи? У меня команда немного поменялась, точнее, добавивалось. Несколько человек в моей команде, которые непосредственно, можно сказать, персонально работают со мной. Мы стали исправлять те аспекты, которые не позволяли мне где-то раскрыться в некоторых ситуациях. Да так, сам над собой поработал немного. Со своей головой, наверное, больше. И то, что меня окружает, поддержка всех моих родных и близких более ярче стала. Поэтому, так, как говорится, ненужные люди отсеклись. Нужные стали на свои места. И вот я с этим все и связываю. Вы родом из Луганской области. В какой момент решили переехать в Россию и остаться уже часами? В 2010 году я попал в Санкт-Петербург. Это мне было 20 лет. Я всю жизнь, в принципе, занимался. Да, я уже неоднократно это говорю. Всю жизнь спортом занимался. И так получилось, что выпала возможность попасть в Санкт-Петербург в клуб Александр Невский на тот момент, который там находился. И так завязалась моя дальнейшая карьера смешанных единоборств. На последние годы, с того времени, когда вы выступали в М1 еще, в чем стали сильнее? Да во всем. Вы знаете, я с каждым годом, с каждым днем развиваюсь. Я считаю, что если ты остановился... У меня был, на самом деле, такой период. Наверное, 2018 или 2019 год. Я вот уперся в потолок своего развития и понял, что у меня два пути. Либо я сейчас пробью этот потолок, начну дальше развиваться как боец, либо мне нужно заканчивать. Потому что с каждым годом появляется все больше новых, перспективных, молодых, голодных бойцов, которые не посмотрят ни на что, ни на твой опыт, ни на твой статус. То есть они просто пройдут по тебе катком и все. И они же развиваются точно так же. И наш спорт развивается с каждым годом. И если ты не будешь успевать идти в ногу с этим, то это может закончиться тем, что придется либо тебе закончить карьеру, либо получать травмы и в итоге проигрывать, что, естественно, не хотелось. Поэтому я понял, что либо так, либо так. Слава богу, вот у меня нашлись люди, которые мне начали помогать в моем развитии. Я изменился во всем, что я мог сделать раньше. Я делаю это уже в два раза лучше. Я добавил те элементы, которые я просто раньше на них не обращал внимания, ну, либо не столько уделял времени. Но я могу сказать, что я стал новой версией себя. И я надеюсь, и я работаю над тем, что становиться еще новее версией, как обновление на айфоне. Приходит точно так же, стараясь и я становиться лучше. Ну, это здорово. А что могло все-таки вас подтолкнуть с завершением карьеры? Очередное поражение, неудача? На самом деле нет, Александр. Знаете, были у меня и проигрыши, были несколько проигрышей подряд. Я уже к этому более, наверное, мудрее отношусь. Меня бы заставил, наверное, скорее всего, закончить карьеру то, что, как я и повторился, я перестал бы развиваться. То есть есть такой определенный предел, когда, но ты не можешь больше из себя выжать. Вот и все. Это есть и в тренерских вещах. То есть тренер дает определенное знание, но если он не может и сам не развивается, как тренер, дать больше ученика, ученику своему, то ученик уже перерастает в своего тренера, ему нужно уходить, если он собирается дальше выступать и показывать себя на другом уровне. Если это не так, то вот так они и будут плечо к плечу идти и не развиваться. Поэтому вот именно на самом деле, если бы не развитие, то, скорее всего, скорее всего, наверное, можно было бы заканчивать. Не хотелось бы на самом деле выступать до 50 лет, как многие бойцы выступают, и возвращаются. Все кричат о завершении карьеры, и потом через полгода они возвращаются в спорт. Ну, как-то непонятно. Да, это моя любовь, это моя страсть, но считаю, что есть определенный предел, до которого ты можешь дойти. И когда ты уже почувствуешь о том, что уже не вытягиваешь вообще эту ношу, то я считаю, что нужно заканчивать. А чтобы это сделать, нужно себя развивать и искать точно так же не в одном, а в других направлениях, чтобы была площадка, куда ты мог дальше уйти и продвигаться в том направлении. Поэтому развитие, ну, естественно, классическая вещь, это травмы какие-то, которые не позволили бы дальше выступать. Как относитесь в этом случае к финальному этапу карьеры Федора Ильиния? Ушел он вовремя? Поздно? Рано? Да, Федя сколько раз? Возвращался уже тоже. Завершал, возвращался, завершал, возвращался. Слушайте, я не могу судить его. Мы не знаем, какие у него там личные обстоятельства, что сподвигло его сделать эти шаги, то есть закончить, вернуться, закончить, опять вернуться, опять сейчас закончим. Возможно, он еще раз побьется. Вот он же там, если я не ошибаюсь, собирался и по боксу выступить. Я не могу сейчас, да и вообще ответить, я думаю, никто не может, потому что мы не живем с единой жизнью, не прошли его путь. Как там, что у него складывается? Я думаю, человек, он уже взрослый, опытный, сам знает, и сам вправе принимать решения, когда ему уходить. Я, допустим, у себя знаю там, я, в принципе, и перечислил все эти нюансы, по которым я бы закончил карьеру. У него, как и у другого, любого, свои какие-то подходы, поэтому не нам судить, как говорится. Как относитесь к чемпиону UFC в своем весе Шона Мэйли? Ну, давайте начнем с того, что Шона Мэйли, конечно, неоднозначная личность, яркая. И да вообще смешанное единоборство, это как бы там ни было спорт спортом, но в основном это шоу-бизнес. А шоу-бизнес заключается в развлечении людей, тем самым ты должен быть эпатажный, яркий, уметь говорить, уметь обращать на себя внимание. И каждый ищет свои подходы, свой, наверное, стиль какой-то, свои определенные моменты, чем он может зацепить публику. Шона Мэйли выбрал такой путь. Кто-то шел путем, как Федор Емельяненко. Скромность, задумчивость такая, ну вот, смирение. Шона Мэйли, наоборот, допустим, взять любого бойца. Я считаю, что нельзя копировать никого. Ты должен быть именно такой, какой ты есть, со своей изюминкой. И именно за эту изюминку тебя должны полюбить. Вот и Шона любят за это. Как бы там ни было, какой бы он личностью ни был, но он показывает и доказывает свои слова на деле. Стал чемпионом, с кем бы он там ни дрался, но он этих бойцов прошел, зарабатывает деньги. Пожалуйста, знаменитый. Тем более, зная менталитет Соединенных Штатов, это для них вообще не удивление. Такие личности, которые, как у нас кажется, что они нам кажутся фриками. Для них это просто индивидуально стоит. Как вообще вы выбираете музыку, под которую вы ходите на бой? Потому что видел разные композиции. Все зависит от настроения. Я вообще люблю слушать разную музыку. И она мне именно зависит от настроения. То есть в этот период времени я, допустим, слушал эту песню, которую потом вставлю на выход определенное время. Она меня зажигает. Она мне дает энергию. И я ее вставлю. Она мне нравится. Если бы у меня одно и то же было, то я думаю, она мне немножко поднадоела. Поэтому каждый раз зависит все, как я себя чувствую, какой у меня настрой, как мне хочется именно послушать эту музыку. Так я, в принципе, подбираю. То есть всегда по-разному. А вообще под какую музыку росли? Какие можете назвать три группы, которые ассоциируются с вашей юной? Из детства? Какие? Отпетые мошенники. Слушайте, да, американские даже. Там Eminem, я помню, был. Onyx мы слушали. Prodigy. Потом из наших. Телюбе было, играло. Hi-Fi. Так полно все, что в те времена было. То и слушали, честно сказать. Других вариантов не было. Тем более, особенно в детстве еще интернета такового и не существовало. Были кассеты. Потом диски появились. Потом уже как-то интернет можно было чуть-чуть что-то подыскать. Но в основном вот такие песни были. Ну, судя по некоторым названиям, к рэпу у вас есть, Тюбак? Есть, конечно. Я еще не настолько старт. Поэтому я еще могу послушать рэп. Когда я перейду в категорию Стаса Михайлова, я вам сообщу. А из современных рэперов кого вы уважаете? Слушайте, ну мне Баста нравится, Мияги нравится. Ну вот этих, наверное, из наших можно выделить. А так, да тот же Эймин, Тюбак. Ну, Тюбак это вообще классика. Ну, классика, конечно. Я больше, я же этот старомодный консерватор, поэтому многие вещи у меня есть старого по душе. Говоря о предстоящих поединках, хотел спросить, вот как относитесь к Петру Яну и его возвращению? Насколько оно получилось убедительно? Слушайте, к Пете отношусь вообще отлично. Считаю, что были у него неудачи. Точно так же мы только знаем из его слов и слов и его окружения о том, что у него травмы были. И, в принципе, это и заметно бывает, но, думаю, и у него были, может, какие-то внутренние, там, не знаю, несоглашения с многими вещами. И он немножко разобрался с собой и, в принципе, вот показал, как говорится, старого Петра, которого мы все ждем его бои и ценим, как он выступает. Да мне нравится его стиль, слушайте, мне нравится его подход. Такой бескомпромиссный боец, который всегда показывает яркие бои, который заставляет себя уважать, заставляет реально некоторых людей просыпаться с утра и смотреть его бои, потому что они того стоят. И да, у него были неудачи. Ну, с кем не бывает, слушайте? Мы же обычные смертные люди. Ну, бывает ты такой, бывает полоса неудач. Ну, собрался вот человек. На самом деле, больше интересно, как он дальше сам хочется. Есть ли у него еще тот, не то что запал, чего нужно задать вопрос, чего он вообще еще хочет добиться. В принципе-то, по большому счету, он уже добился всего, да, что можно добиться в нашем спорте. Хочет ли он больше? Если да, то у него все для этого есть. Если нет, то я думаю, может, скоро мы увидим, что и Петя надумает о том, чтобы закончить карьеру. Он, в принципе, это и говорил как-то, если не ошибаюсь. Но если у него все-таки есть еще желание, потенциал у него сумасшедший, если у него есть желание, здоровье, и он хочет действительно еще раз проявить себя как чемпион, то я думаю, в ближайшее время он это сможет сделать. Что мы или как считаете, засудили его? Что мы или действительно проиграли? Я считаю, да. Я считаю, да. Вот мы с друзьями общались, обсуждали это. Они по-разному на это реагировали, высказывались. Точно так же по-разному. Но я считаю лично, вот мое мнение, в принципе, я могу и приводить несколько примеров того, почему он выиграл. Считаю, что он действительно выиграл, и даже не раздельным решением, а единогласным. Слушайте, где большие деньги, спор заканчивается. Я вам вот так вот скажу. Кто бы что ни говорил, я не говорю по поводу политических моментов, но это бизнес, это большой бизнес. Тем более, мы знаем, что все пытаются стать монополистами. И, естественно, им нужны те вещи, для которых они могут продавать максимальное количество платных трансляций, билетов. И так свелось, что Петю поставили именно с Шоном, который сейчас действительно более, наверное, ценен в UFC, чем Петя. И поэтому, видимо, так обошлось, и так вышло, что отдали победу Шону. Где он и сам действительно был удивлен, если мы помним. Когда ему руку подняли, он в шоке сам находился как-то. Поэтому, ну, что есть, то есть. И эти, наоборот, уважение, что он не начал там как-то это настолько прокачивать, оспаривать эту несправедливость. Ну, что есть, то есть. Как говорится, данные. Буден, исправил ошибки, потом уже, естественно, после Эмираба. И вернулся, показал, кто такой Петр Ян. 19 апреля, то ждать от вас в бою с Олегом Борисовым. Ждите просто фейерверк. Я считаю, что будет очень крутой бой. Я считаю, что Исея уже должна готовить бонус сразу наперед. Мы его забронируем. Я собираюсь забрать у него пояс, выиграть ярко, проявить себя полностью. Ничего личного не имею, коллегу, но пояс будет моим. Так что приходите, вы ни о чем не пожалеете. Кто не придет, будете кусать свои локти. А за кого будет болеть северная трибуна? Слушайте, но двое русских парней, как мы знаем, они за русских болеют. Но я подойду и скажу, пацаны, давайте за меня поболейте. Говорю, Олег, ничего. В следующий раз за него поболеете, давайте в этот раз за меня. Не знаю. Думаю, северная трибуна. Я думаю, они просто будут кричать русский вперед и нас обоих поддерживать. Но кроме северной трибуны, будет большое количество моих друзей, родных и близких приедут с многих сторон нашей необъятной России. поэтому я жду не только северную трибуну, но, естественно, их жду. Но также будет огромная поддержка от других моих родных и близких. Спасибо, Павел. Желаю удачи в бою. Как говорится. Спасибо.